Некоторые задачи бывают так, что ограничения очень большие, поэтому нельзя заводить такой большой массив. То есть время не можно потратить в порядке n в квадрате, а вот массив в порядке n в квадрате заводить нельзя. Поэтому вот этот вот огромный массив D, например, если у вас строчки там по 100 тысяч символов, такой здоровый массив не завести, он не влезет в память. Сейчас я вам покажу способ, как избавиться от большого массива D, при этом время работы будет такое же. Единственная проблема, что нельзя будет восстановить ответ в конце. Смотрите, на чем основан метод. Когда мы вычисляем значение D, мы используем максимум два значения. Мы используем dn m-1, то есть предыдущую строчку, либо m-1, предыдущий столбец. Давайте хранить не весь целиком массив D, а только две строчки. Для вычисления n-1 нам нужна только n-1. Все предыдущие строчки нам не нужны вообще. Давайте хранить только две последние строчки и только их вычислять. Как это можно сделать? Смотрите. Давай я сначала выберу восстановление ответа. Потому что ответ восстанавливать таким образом действительно нельзя. Поскольку мы храним информацию только о последних двух сроках, мы не можем потом пойти с конца и вернуть наш ответ. Мы просто не знаем, какие значения там были. Зато можно посчитать регрессионное расстояние, при этом потратить мало памяти. Давайте я... Да, давайте я возьму на место вот это вот минимум. Так, это пока удалим. И это пока удалим. Прекрасно. Ну, смотрите, что мы делаем. Мы вместо того, чтобы заводить массив D, заведем два массива. У нас будет... Массив... Хар будет хранить текущую строчку. А массив Next будет хранить следующую строчку. А нет, массив Prev, давайте. Будет хранить предыдущую строчку. Теперь давайте заменим все... Да, массив D совсем уберем. Так, один Distance уберем. О, ничего не мешал. Теперь все вызовы массива D заменим на вызовы этих двух массивов Car и Prev. Так, смотрим. Если N равно 0 и M равно 0, тогда, естественно, Car M равно 0. Здесь Car M равно N. Здесь Car M равно N. здесь. Вот это вызов к текущей строчке, поэтому это будет массиво Car. Это вызов к предыдущей строчке, поэтому здесь будет Prev. Это тоже вызов к предыдущей строчке, и тоже будет Prev. Теперь смотрите, когда цикл закончился вот здесь вот, то есть мы посчитали очередную строчку, нужно вот этот Current перенести в Prev, чтобы у нас в Prev, когда нам приходится в следующую строчку, наша текущая строка становится предыдущей. Это можно сделать двумя способами. Можно просто скопировать содержимое массива, а можно поменять местами указатели. Давайте, чтобы скопировать содержимое, надо сделать Raycopy из Car с нуля в Prev с нуля M плюс один, да? Сколько там? Почему мы не знаем? А, мы не знаем, что такое. Second Lens, кстати. Это перенесет нам все из текущего в предыдущую. Или можно сделать немножко побыстрее, можно поменять местами сами указатели на массивы. То есть нужно завести какой-то указатель Temp, сделать его Cur. Как мы меняем две переменные через третью, так сейчас сделаем здесь. Cur равно Prev Prev равно Cur. Это нам сэкономит немножко времени, когда мы теперь переносим не сами числа, а только указатели на массивы. Все будет работать немножко быстрее. Так, а в конце нужно вывести, естественно, текущую строчку. А, нет, не текущую. Текущая строчка, которую вычтили, стала теперь предыдущей, поэтому нужно вывести Prev. Немножко неожиданно, но... Можно было поменять, можно было перенести вот это изменение в начало, тогда здесь бы было бы Cur. Но можно сделать так. Cur Anxia. Идея мне подсвечивает, и не просто так, чтобы здесь не правильно. Так. Ну вот. Теперь делали то же самое, что делали раньше. Теперь мы используем всего два массива размера n, а не один размер n в квадрате. Так, ну давайте проверим, что у нас все еще все работает. Tink тексты у нас были, вот, например, Short и Ports. Ответ должен быть 3. Да, все сработало. Ну и AB, AB, надеюсь, тоже сработает, потому что это... Да. Прекрасно, тексты работают, все работает за линейную память. Время все еще квадратичное, потому что здесь у нас два цикла, видите, вот как бы... Куда-то вы не деться. Ну и, наконец, давайте я вам покажу, как немножко поаккуратнее записать вот это место. Ой. Смотрите, что мы здесь делаем? Мы выбираем минимум из трех значений. Этого, этого, этого. Бывает так, что одного из этих трех штук нет. То есть, как бы, нужно брать минимум из этих трех величин, некоторых из которых нет. Более общий метод писать такие штуки выглядит так. Нужно сделать так же, как мы ищем минимум в массиве. То есть, завести сначала минимум равный большому числу для простоты. А теперь три раза попытаться его релаксировать. Сделаем минимум из текущего резолта и вот этого. И потом два раза сделаем вот это. Так, здесь копируем. ref и вот этого вот. Не вылезает на строчку, давайте. Перенесем. Такой способ более универсальный, потому что вот каждому из этих штук можно писать if. Например, если у нас, если m равно нулю, можно здесь написать, если m больше нуля. Давайте, собственно, так и напишем. Давайте, чтобы показать просто универсальный, давайте я вот эти предыдущие штуки запишу в виде тех же самых if. Давайте. вот для этого я... Вот если m равно нулю, m равно нулю, это частые случаи, когда у нас строчки кончились. Тогда корр м равно нулю. А иначе, вот вместо всех этих if я запишу один этот большой. Сейчас я напишу и сам равно int main value. Теперь, вот в этот if... Эта... Релаксацию нужно провести, если m больше нуля. Правильно? Сейчас. Если m больше нуля, то нужно провести вот эту релаксацию. Если n больше нуля, то нужно провести вот эту релаксацию. И наконец-то, если у него больше нуля. вот в этой задаче можно было написать так я до этого писал в общем случае писать обычно аккуратнее вот так для каждого значение которое можно было получить их что действительно такое течение осмысленно каждому делается нас получается минимум из тех значений которые нужны то есть это более гибкий способ стать минимум из непонятного множества то что все еще работает ну да все еще пока работает давайте проверим сколько быстрее стал работать и стал ли вообще быстрее работать им еще раз тест на 10000 символов красные запустимся вот стал немножко быстрее помнить работал где-то 1 и 2 час 0 8 работает то есть за счет того что мы убрали большой массив и переиспользуем память она лучше умещается в кэш поэтому быстрее работает ну довольно оптимально уже говорить на самом деле то есть здесь вывод не тормозит в этом вот примерно нормальное время для работы для 10 тысяч в квадрате итак сегодня мы научились вычислять редакционное расстояние научились делать несколько оптимизаций для ускорения работы на мишка программирования на этом к сожалению заканчиваем наш курс у нас его последняя часть практики на языке java я надеюсь что это не последний наш курс когда мы встретимся поэтому до новых встреч до свидания приходить к нам еще